В Мурманске людям без определенного места жительства помогает благотворительная общественная организация «Улица». Цель активистов – поддержка и защита бездомных, в том числе и улучшение их материального положения. Но хотят ли люди с таким статусом нормальной с точки зрения большинства общества жизни? На этот вопрос попыталась ответить Елена Громадчикова. Расскажите, просто вы давно уже сюда ходите? Никто не хочет. С основания? Да. С основания? Да. Бездомные относятся настороженно к любым малознакомым людям. Однако дружная команда волонтеров от благотворительной организации «Улица» сумела растопить их сердца. Каждые выходные они готовят и раздают еду лицам без определенного места жительства. А вот что сегодня было в меню? Сегодня рыбные котлеты, макароны, также пироги сладкие, хлеб. По словам волонтера Богдана Бойко, меню периодически меняется. К примеру, бывает гречка или что-то другое на гарнир. Да и вместо котлет угощают рыбой. Горячее питание – это еще не вся мера поддержки. Здесь выдают одежду, которую принесли в дар неравнодушные северяне. Бездомные стараются честно распределять вещи между собой. А вот куда на тебя-то? Вон их деньги не отдай. Социальная поддержка и защита бездомных, включая улучшение материального положения – основная цель благотворительной организации «Улица». К слову, бездомные из 90-х и сейчас отличаются, ведут себя мирно. Мы убираем за собой весь мусор, который остается, поэтому проблем не было никогда. Дело в том, что общественная организация «Улица» в Мурманске существует давно, и сейчас бездомные не те, что были раньше. Если раньше они жили где-то прямо на улице, то сейчас, как мне сказал заместитель председателя Валерий Бурбан, люди, как правило, живут где-то у знакомых в общежитиях, в хостелах. И таких, как были в 90-е, которые по подвалам где-то живут, таких уже нет. У людей без определенного места жительства нет одежды, работы, да и психологическое состояние оставляет желать лучшего. Поддержать, дать стимул поверить в себя, одеть, накормить, контролировать – сложный и трудоемкий процесс. Северяне, когда-либо помогавшие бездомным вернуться к нормальной жизни, сталкиваются с тем, что далеко не все люди желают перемен. Многим и вовсе нравится их состояние, и даже тех, кто получил кроп, все равно периодически тянет на улицу.